А сейчас новости от телеканала Панорама ТВ, входящего в наш медиахолдинг. За минувшую неделю число заболевших ОРВИ в Тверской области только по официальным данным составило 10 800 человек. К статистике заболеваемости прибавилось еще 1 000 человек в сравнении с прошлой неделей. О том, как защитить свой организм в такой период, в следующем сюжете. Более 10 000 заболевших. Таковы показатели недели. Казалось бы, эпидемиологический порог, от которого еще 8 дней назад регион отделялось всего 2,4%, должен быть пройден. Но в Роспотребнадзоре уверяют, что порог по-прежнему не превышен. Эксперты утверждают, что данные показатели, естественно, для начала зимы. Не стоит паниковать. У нас идет повышение. Это сезонное, стабильно, когда иммунная система организма в конце осени падает. В начале зимы у нас это происходит. Повышение именно заболеваемости ОРВИ и грипп, она будет продолжаться до середины февраля. К сожалению, погода зимой не мотивирует к долгим прогулкам на свежем воздухе. Чаще люди проводят время в закрытых помещениях. А большое скопление народа способствует передаче вируса через разговоры, чихание и системы вентиляции. Вот отсюда и вытекают большие показатели заболеваемости. А как в таких условиях укрепляют свой иммунитет жители Верхневожья, мы спросили у них самих. Гуляю. Что еще? Я не знаю. Может быть, какие-то таблетки пьете противовирусные? Я ставлю прививки и все. Чай с имбирем пью. В принципе, и все. А что-нибудь пьете, может быть, дополнительно? Да нет. А прививки делаете? От клещей только. Да никак. Помогают таблетки, витамины. А прививки делаете какие-то? Нет, не делаю. Чередую продукты. Не ем одно и то же, а чередую. Овощи, фрукты, мясо ем, яйца все ем, молочку ем. Потому что в каждом продукте, я считаю, что-то есть. А еще есть какие-то способы у вас? Ну, какие. Зарядку делаю стараюсь, чтобы организм был более-менее. Ну, а так что? И поддерживаю себя, проверяюсь, хожу к врачам иногда. Способы у всех разные. Кто-то обходится прививками, а кто-то тщательно следит за своим здоровьем путем изменения рациона в еде. Но как же правильнее оберегать свое здоровье в столь опасный период, мы спросили у специалиста. Необходимо спать не менее 8 часов в день. После ужина желательно прогулка 15-минутная на свежем воздухе. Даже если мороз минус 20, это хорошо влияет на сердечно-сосудистую систему, на наши сосуды. Профилактикой может оказаться и поливитаминные препараты. Когда у нас сезонные ягоды и фрукты заканчиваются, мы можем, в принципе, поливитаминные препараты применять. Соблюдая эти и другие нормы защиты, вы тем самым сможете не только уберечь свой иммунитет от вируса, но и обезопасить окружающих от болезни. Таким образом следует понимать, что заболеваемость вирусной инфекции по официальным данным является высокой, а по неофициальным гораздо выше. Именно поэтому даже при самых легких симптомах, таких как кашель или насморк, стоит носить средства индивидуальной защиты.